Продолжение следует... Масляно-сахарную смесь взбиваю до пышности. Во взбитую массу добавляю сок 1 лимона, 4 яйца, 1 лимона, 200 грамм муки, 50 грамм кукурузного крахмала. Вымешиваю тесто. Корж буду выпекать в противне. Противень застелила пекарской бумагой. Установила прямоугольную форму без дна. Выкладываю тесто. С помощью силиконовой лопатки распределяю тесто равномерно. Корж буду выпекать в заранее разогретой духовке на 180 градусов. Пеку до золотистого цвета. Время выпечки засеять. Основа для пирога готова. Корж выпекала ровно 25 минут. Ему нужно будет дать хорошенько остыть. Для пирожных будем готовить заварной крем. В чашу отправляю 90 грамм сахара, 2 пакетика ванильного пудинга, в пакетике 37 грамм, щепотку соли, сухие ингредиенты хорошенько нужно перемешать. Добавляю 650 мл воды. Вода кипяченая, остуженная. 50 мл свежевыжатого лимонного сока. Жидкую массу процеживаю через сито и отправляю на плиту. Крем при варке периодически буду помешивать. Как только крем доходит до определенной температуры, он начинает очень быстро загустевать. Крем готов. После закипания я проваривала его ровно 1 минуту. Половина приготовленного крема пойдет на украшение. Крем нужно будет хорошенько остудить. В остывший лимонный крем добавляю 300 грамм маскарпоне. При помощи венчика крем нужно будет хорошенько взбить. Если вам по вкусу сладкие крема, тогда можете добавить пару ложек сахарной пудры. Крем взбивала около 3 минут. Получился он в миру густой, глянцевый, очень ароматный. В другую половинку заварного крема буду добавлять пищевой краситель. Пищевой краситель разбавляю лимонным соком. Все хорошенько перемешиваю. Теперь займемся охлажденной песочной основой. Корж нужно будет разрезать на прямоугольники. Я это буду делать с помощью линейки. Заранее на охлажденном бисквите я сделала пометочки. А теперь соберем пирожное. Поверх коржа выкладываю белый крем. Крем равномерно распределяю по всей поверхности коржа. Верх пирожного украшу лимонным кремом. Крем переложила в кондитерский шприц. Приготовленное пирожное отправляю в холодильник приблизительно на 3 часа. Пирожное должно хорошенько охладиться. Пирожные простояли всю ночь в холодильнике. Охлажденные пирожные можно украсить веточками мяты и дольками лимона. Пирожное получилось необычайно вкусное. Я уже попробовала. Посмотрите, как пирожное выглядит в разрезе. Мягкое воздушное тесто. Очень вкусные, ароматные. Если вы тоже любите лимонную выпечку, предлагаю воспользоваться моим рецептом и порадовать своих родных и близких такой простой лимонной выпечкой. Это очень вкусно, ароматно и по-домашнему уютно. На сегодня всё. Всем желаю удачной выпечки. До следующей встречи в новом видео.